Мы всех приветствуем на нашем YouTube-канале в этот дождливый день. С вами канал TurboLife Ирина. Алексей. И сегодня мы находимся в поселке Орлиный. И пойдем смотреть, что осталось от заброшенной некогда военной части. И вот она у нас за спиной, вход в нее. И пойдемте смотреть. Ну что ж, дорогие друзья, а мы сейчас в поисках военной части. Идем по вот такой вот дороге, где-то в лесу. Как я называю, такие места, это остатки былой роскоши. Сами понимаете, почему. А Ирина сейчас вам поведает, что здесь было, что находилось. Итак, внимание. Ну, вообще, здесь была не просто военная часть. Здесь хранились ядерные боеголовки для космических ракет. И как раз-таки отсюда их должны были доставлять в город Углегорск, где был космодром военный. Сейчас там, правда, космодром гражданский. Вот. Так что мы сейчас ищем эти склады. Боеголовки, наверное, мы, конечно, не найдем. Но складов здесь достаточно много. И достаточно должно быть интересно. С погодой нам, как всегда, повезло. У нас здесь дождик. Мы оделись потеплее. Взяли с собой фонарики, лампы дополнительный цвет. Ну, потому что, как бы, по картинкам в интернете я видел, что здесь есть какие-то подземные хода, бункеры, хранилища. Вот. Посмотрим, есть ли они сейчас. Здесь находятся ли они. У нас уже что-то виднеется на горизонте. Первое здание. Мы сейчас дойдем до него. Посмотрим, что там находится. И покажем вам. Короче, мы пока пробираемся к этому зданию. Нашли вот такую вот скрутку. И сейчас пойдем по следу. Посмотрим. Посмотрим, что за кабель. Куда он ведет. Прямо интересно стало. Куда он ведет. Он куда-то вдаль уходит. Ну, далеко дальше. Так. Мы, короче, к кабелю вернемся чуть позже. Обязательно посмотрим, куда он ведет. Сейчас у нас тут рядышком есть вход. И мы дойдем до этого здания все-таки. Тут аж три заграждения. Сейчас вот первое. Вот здесь второе. Мы уже пробрались через три заграждения с колючими проволоками. И сейчас будем заходить в это здание. Посмотрим, что здесь. Вообще, Ирина говорит, что вот это здание, оно... Это склад, один из складов. И он называется... Как он называется? Номер 160. А ты говорила там что-то в горе или в сопке? А, еще его называют склад в сопке. Потому что, скорее всего, с той стороны здания, там должна быть сопка. И мы сейчас туда проберемся. Ну, в общем, нам сейчас, если удастся, немного прекратится дождик. Мы запустим дрон и поснимаем еще с дрона. О, а мы сейчас пойдем туда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... блин друзья короче мы спустились на минус наверно третий этаж здесь очень холодно не знаю видно будет или нет но у меня прям пар идет изо рта еще тут вот вода она очень ледяная и хотим спуститься туда но и здесь очень глубоко по щит лодку стен короче мы наверное сюда вернемся еще раз возьмем возьмем с собой резиновые сапоги болотники и обязательно сюда спустимся уже посмотрим что там находится внутри вы сейчас можете просто наблюдать сколько этажей спускаемся здесь очень круты ну понятно лучше шли шли дожди все затопило блин ну очень интересно туда спуститься вот почему называют этот склад склад сопки потому что вот здесь вот идет сопка и под ней находится склад мы туда обязательно попадем с ними нам просто интересно что там находится вообще как он обустроен склад мы до этого не были на в таких местах никогда и очень интересно посмотреть если вам тоже интересно жмите лайк это будет активность и мы поймем что вам нравится это видео продолжаем наше путешествие и задумались а что нужно солдат солдату нужно свободное время и провести время вот такой вот кривочки мы тут шли шли беседовали и набрели на очень интересное место почти прошли его еле как заметили вот такие вот ну похоже на бомбоубежище блин жесткий крипос вентиляция кто-то кровать себе заготовил вот так вот вот так вот вот так вот Ты слышала звук? Замолчи, не надо! Так, ты же понимаешь, что мы уже тут земля? Да. Здесь дорога разделяется, направо или налево. Разделимся? Ну ладно, опять холодно, ух ты, там еще есть подземный этаж, спустимся? Это то, что я думал, пианино, или просто пау? Да. И вот здесь, спустя. Почти двадцать пять метров. Хочешь возьми себе фонарик? Здравствуйте, а можно, пожалуйста, влюбить? У меня в левом кармане фонарик. По сравнению с вашим освещением, вы не представляете ли что? Это, Лоша, очень классный. Представляешь, что с вами здесь все продвинет? Угу. Можно только представлять, что из-за того, можно было сделать это. вот это уже интересно посмотрите какой толчины дверь здесь очень большая влажность так интересно представляет что здесь же здесь были красивые выпущенные стены все было хорошо смотри в воздухе если вам видно будет в воздухе витает или пыль или влага да вот так и как и и и и и и и и Вот так, мне кажется, что Ну да, здесь влажность большая Светить вперед не надо В общем, дорогие друзья Вот такое вот место у нас Мы уже столько времени Идем по тоннелям И вообще ужас Жесть полная Очередное здание Какое-то Сооружение Сейчас посмотрим У него такая интересная крыша Там какой-то купол Ну да, здесь влажность Абсолютно пусто То есть, представляете Когда-то здесь Служили военные Хранилось Ядерное оружие А сейчас Это все Заброшено Вот про это здание Я говорил Смотрите На камеру не видно Но здесь круглая крыша Какое это Те, кто знают Для чего нужна Такая крыша Пишите в комментариях Потому что мы не знаем Для каких целей Могло Могло использоваться Это здание Вон там Смотрите Тоже что-то В кустах Виднеется А вот очень маленькая А за ним-то Чуть побольше Вот так В лесочке У подножья Сопки Притаилось Здание Короче Как вы видели У нас там Проблема С собаками Вышла Мы подошли К этому зданию Вышли собаки И вот здесь Вот сверху Идут Линии электропередач Они действующие И очень интересно Что в этом здании Потому что Они идут именно туда Нигде больше Нету линии Электропередач А туда Они подходят Вот так не заброшенные блин миски стоят миски стоят будка наши собаки есть насколько нам известно это военная часть она расформирована в девяносто седьмом году по моему и 2018 она окончательно была покинута военными до 2018 года она поддерживалась в каком-то определенном состоянии и вот сейчас мы нашли подтверждение тому что не все военные части никогда заброшенные не функционирует только что мы были у трансформаторной какой-то я думаю скорее всего это котельная какая-то которая питает рядом поселок орлины и она функционирует до сих пор но вот дорогие друзья нам как всегда везет с погодой а тут уже целый час блуждаем и он весь мокрый уже ира тоже вся мокрая и в итоге пару складов только нашли кто это военный до военный он вещи грузовик военный дозил что грузов да не нам машет что ли да нам машет смотри вот он идет пойдем убежали короче встретили ира увидела каких-то людей ты короче военную они начали махать потом пошли в ношу сторону и за нами побежали ну короче нашли закуточек такой во враге где нас не видно сейчас попытаемся выйти из этой части да конечно я не знаю даже чё сейчас будет если они нас найдут будем надеяться что они там не проедут там узкая дорога такая вот забежали с обойдем вокруг ну вот дорогие зрители мы почти дошли до кпп она он уже виднеется короче нас в очередной раз постигла неудача мало того что дождь нам еще попались военные при том мы же были здесь уже в орлином примерно год назад прошлым летом мы когда переехали на дальний восток поехали за грибами думаю ну орлины и ладно леса такие сосновые и когда мы по этим лесам ходили тоже здесь в окрестностях я помню что слышал одиночные выстрелы от автомата и оказывается что мне тогда не послышалось не ветки не еще что-то а реально тут военные и у нас мы сегодня обошли очень мало в интернете пишут что здесь огромная территория очень много складов всяких подземных тоннелей бункеров при том есть бункера которые в нормально в принципе состоянии потому что до 2018 года военные поддерживали здесь порядок и вот мы теперь думаем стоит ли сюда возвращаться потому что надо еще надо еще посмотреть по поводу этого кабеля куда он все-таки тянется куда он идет сюда рванем еще раза на воротах вообще написано что это имущество сельсовета вот так вот маскировали у нас военные части под сельсовет конечно 3 кпп с этим с колючей проволокой военные замаскировались не знаю надо посмотреть что бывает какое наказание бывает за нахождение в частях но не знаю я склоняюсь к тому что надо сюда еще раз приехать и заснять пишите то что вы думаете наши зрители стоит нам сюда еще раз съездить посмотреть заснять что здесь находится и вообще погода дождливая можно было бы дрона поснимать сверху насколько работает маскировка военной части то просто интересно пишите то что вы думаете но мы поехали дальше всем пока пока пока